Ну что ж, давайте мы попробуем сделать первую попытку радиоподкаста на канале Old Dutchman. И сегодня мы с вами ознакомимся с материалом, который разместила немецкая газета Кёльнерштадт-Анцайгер в отношении войны Украины и России. Реакция Путина, высказывание Медведева и то, чего опасаются западные политики. Итак, давайте начнем. «Атлантика должна стать нашей границей», — так сказал Путин. «Медведев угрожает, государственное телевидение гремит, Москва на пути к войне». Это становится новым российским ритуалом. Глава Кремля Владимир Путин предостерег, как и в случае с аналогичными предыдущими решениями Запада, о недопустимости украинских атак западными ракетами большой дальности. Это существенно изменило бы характер конфликта, по словам Путина. Это будет означать, что страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией, пригрозил в четверг глава Кремля. Подобное московское бряцание оружием происходило снова и снова с начала войны, особенно когда на Западе обсуждался вопрос о поставках новых видов вооружений. Будь то системы ПВО, танки, ракеты или истребители, всегда следовали гневные предупреждения из Кремля, иногда об эскалации конфликта, глобальной катастрофе или о радиоактивном пепле. Однако угрозы тогда всегда оставались в значительной степени без последствий. Русский ритуал. Москва отвечает западным решением игрой-мускулами. Тот факт, что сторонники России, Северная Корея и Иран должны по логике Путина воевать с НАТО, поскольку они поставляют дальнобольное оружие российской армии, также не обосновал последнюю угрозу кремлевского шефа. Поэтому кажется очевидным, что Москва пытается не допустить появления зеленого света для атак ракетами большой дальности с новыми угрозами. Между тем, становится еще более очевидным, что Москва не заинтересована в прекращении начавшейся войны против Украины. Она сама по себе должна быть достигнута, эта цель, и Москва это раз за разом дает понять. Совсем недавно в России вновь возникли опасения, что планы кремля не могут ограничиваться завоеванием территорий на востоке Украины. «Так называемая Украина не переживет и четверти этого времени», по словам Медведева. «Так называемая Украина не переживет и четверти этого времени», прокомментировал бывший президент России Дмитрий Медведев в заявлении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэми в поддержке Украины Лондоном в течение следующих ста лет. Остров под названием Великобритания, вероятно, затонет в ближайшие несколько лет. Продолжил глава российской правящей партии. «Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости». В очередной раз добавил Медведев, добавив угрозу, которая, возможно, означала ядерные удары. Москва остается на пути к войне. Никаких переговоров, конечно. Дипломатические решения, о которых в начале недели публично размышлял канцлер Германии Олаф Шольц, похоже, не являются вариантом для Москвы. Конечно, никаких переговоров с Украиной не будет до тех пор, пока Киев оккупирует российскую территорию в Курске, ранее дал понять глава Совбеза Сергей Шойгу. Возможное разрешение на нанесение ударов по целям в глубине России теперь, похоже, также служит Москве поводом для отказа от любых дипломатических попыток найти решение. Как и другие предыдущие решения, разрешение на ракетные удары по целям в России является лишь еще одним подтверждением оправданности и безальтернативности российской войны, пояснил на этой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кремль дает понять, Россия хочет не договариваться, а побеждать. Мирные переговоры, в кавычках, которым в нашей стране постоянно призывают, особенно Сара Вагенкнехт и альтернатива для Германии, и на которые теперь намекал даже канцлер Шольц после слабых результатов государственных выборов, похоже, еще далеко и сигналы из Москвы теперь ясны. Россия не хочет договариваться, а хочет побеждать по всей линии. Что под этим подразумевает Москве, уже некоторое время назад обрисовал кремлевский руководитель. Путин призвал к полному выводу украинских войск не только с оккупированных Россией территорий, но и из регионов, которые войска Москвы не контролируют. Кремль уже объявил часть территорий, принадлежащими России в любом случае, и тем самым исключил вывод войск. Для Москвы еще более важным, чем территориальное приобретение, представляется разрушение украинской государственности и идентичности, и российская столица этого не скрывает. Еще до войны Путин поставил под сомнение право Украины на существование в СССР. С начала войны так называемый русский фашизм окончательно полностью сломал свой ход. «С тех пор маниакальные планы мирового господства открыто обсуждаются, особенно в российских государственных средствах массовой информации. Эта неделя не стала исключением. Наша граница должна быть через Атлантику», заявил Владимир Соловьев, эпатажный телеведущий, один из самых известных российских и кремлевских пропагандистов. «Идеальными местами для размещения наших войск был бы Берлин, Лиссабон и Мадрид. И как красиво они выглядели бы в Париже», – сказал Соловьев. «Братья белорусы стоят на стороне России, а в случае необходимости мы обратимся и к Китаю», – добавил он. «Мнимые причины войны, такие как, возможно, вступление Украины в НАТО, о которых неоднократно говорила пророссийская сторона, уже вряд ли играют роль в российской военной пропаганде. В московских телестудиях акцент делается на фантазиях о вымирании, претензиях на мировое господство и США, которые изображаются как настоящий враг и противник конфликта, а не на отказе Киева от членства в НАТО или ЕС и в последующем мире. Политическое господство над Европой – вот цель Кремля, объясняет кёльнский политолог Томас Йегер ввиду пронзительного тона одного из ведущих путинских пропагандистов в газете «Кёльнер штат Анцайгер» шоу Соловьева. Не является сатирическим шоу, а раз за годом воспроизводит претензии России на статус мировой державы, пояснил профессор международной политики. Именно поэтому Украине отказывают в праве на существование в Москве. Идеология служит власти. Украинский дипломат Александр Щерба также находит ясные слова для завоевательных пожеланий главных путинских пропагандистов. Россия, по его словам, самый бесстыдный империалист всех времен. Канцлер Шольц и его недавние заявления о дипломатическом решении, которое должно быть найдено скорее раньше, чем позже, тем временем вызвали насмешки со стороны соседней страны в связи с воинственными посланиями из Москвы. Фашистские пропагандисты обсуждают вторжение в свободную Европу в Москве, прокомментировал заявление Соловьева на платформе X. В то же время некоторые главы государств ЕС обсуждают мир с Путиным. Другие все еще опасаются, что помощь Украине это эскалация. Возмутился один бельгиец и добавил «Европа, проснись!» В то время как Европа продолжает спорить об истинных мотивах Москвы, восточноевропейские историки, такие как Тимоти Снайдер, учитывая российскую риторику о продании нападения, вскоре после начала войны потребовали, мы должны сказать, Россия фашистская. Неделю назад Снайдер снова распространял четкое послание на платформе X – пусть Украина наносит ответный удар. Хорошо нанести ответный удар, когда тобой манипулируют. Более того, когда по указке «Господ из-за океана» эти слова уже идут не от газеты «Кёльнер», «Ансайгер», а именно от меня. Когда по указке «Хозяина из-за океана» ведется вот такой вот театр военных действий, на арене которого убивают простых мирных граждан, выдавая все это якобы чьей-то пропагандой фашизма или еще чем-то, задаешься невольно вопросом. А действительно ли вся эта война была развязана Россией? А как же Виктория Нулан со своими пирожками на Майдане, которыми кормила она бедных демонстрантов, демонстрировавших против правительства на Украине? А как же Борис Джонсон, который постоянно ездил в Киев и уверял Зеленского в том, что Британия поддержит, Британия вам поможет, Британия даст вам еще оружие? Но все это оружие, увы, бездейственно против тех, кто действительно защищает интересы мирового сообщества. А Америку и их прихлебателей мировым сообществом вряд ли назовешь. Не забудьте подписаться на канал Old Dutchman, поделиться этой ссылочкой со своими друзьями, естественно оставить свои комментарии, ну и всем удачи, пока! До встречи! До встречи! Продолжение следует...